Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Что делать, когда все надоело? Кажется, это популярный вопрос. Человеку периодически попускается охлаждение интереса к жизни, воли ко спасению, отношение с миром и даже созерцание себя самого, что ему все не в радость. Преподобный Исаак Сирин говорит даже доброму, хорошему подвижнику, который всегда устремлен к Богу, его жизнь наполнена радостью, содержанием, смыслом. Попускается такое время какого-то внутреннего охлаждения, которое преодолеть можно одним способом — закутать голову в мантию и переспать это время. Удивительный совет от великого и Богом просвещенного подвижника. Бывает, что надо просто перетерпеть какое-то наваждение вот этих безблагодатных чувств, когда опускаются руки, когда это неразумное состояние. Это не то, чтобы отмена тех обетований, которые Господь явил нам. Это некоторое истощение, может быть, каких-то душевных человеческих сил тогда, когда они и тратятся на доброе. Когда Господь на кресте воззвал «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил», то это не было возгласом разочарования или неверия. Это было свидетельством великой ограниченности и скорби человеческой природы, которую взял на себя Христос ради нашего искупления от власти греха и смерти. Но само по себе состояние в малой мере попускается и людям. В этом состоянии крайне сложно кого-то утешать, потому что и утешение от ближних относится к этому же. Рангу все надоело. И сами близкие не кажутся близкими. Ибо и они надоели. И свои собственные мотивации для продолжения жизненного служения тоже надоели. И остается для этого разочаровавшегося человека или впавшего в этот некоторый духовный мрак странника, путника, только не наломать дров. В этом состоянии охлаждения надо остаться во внешней исправности тех добрых порядков, которые в твоей жизни есть. Так растет виноград. Лоза не всегда крепка и не один год приобретает способность сопротивляться ветрам и земному притяжению. А прежде развивается она, опираясь на специально устроенные для нее рейки, изогнутые жерди, вдоль которых, опираясь на которые, она приобретает со временем силы свои и сообщает лозе и гроздям сок, необходимый для их возревания. Благодаря опоре на этот самый внешний порядок. Так и нам остается в этом охлаждении чувств не допустить расслабления своей внешней жизни. Не имея любви вообще ко всему, а это состояние именно не любви, а охлаждения. Делай дела любви и даст Господь любовь. В состоянии охлаждения, окаменения сердечного, останься с каким-то доверием тому, кто не обещает нам всегдашней теплоты сердечной, но дает ее вследствие подвига, вследствие веры и исповедничества. Так вот, восприими эти тяжелые минуты жизни как поприще, в котором Господь более всего взирает на твое произволение и на твою способность собственноручно решать в его пользу выбор по жизни своей, а не довольствоваться теми дарами, той благодатью, которые, сообщая нам, делает Господь иногда для нас и самые трудные этапы жизни радостными, легкими, потому что они мотивированы, потому что они воодушевлены, потому что они согреты нашим внутренним теплом, желанием совершать что-либо доброе. Но когда оно у нас проходит, когда вдруг оно нас оставляет, то знай, что не Бог оставил нас, но только Его благодатные средства согревания нашего внутреннего человека для дисциплинарных целей, отняты от нас с тем, чтобы мы не по Его уже обеспечению, а по собственному произволению, по собственной решимости не оказались бы отступниками, потому не имение сердечного тепла еще не отступление от Бога. А вот действия Богу противны грехи, которым побуждает часто нас вот это пустое состояние, это действительное сопротивление Ему, это действительное отречение. И пока Его благодать веселила нас и сообщала нам незаслуженные нами силы, тогда мы и казались сами себе исправными пред Ним, забывая о том, что все, что мы имеем, в том числе и наше расположение к добродетели, есть дар Его. А не имея непрестанной благодарности, мы нуждаемся и вот в таких божественных уроках. Будем именно так воспринимать те периоды жизни, о которых вы спрашиваете, как об охлаждении, как о утомлении от всего. Пускай это врачевство послужит нам не к унынию и малодушию, не к оставлению добрых прятков жизни, а, напротив, как поприще, в котором уже по собственному убеждению, по собственной вере мы остаемся верными и таким образом преодолеем то совсем недолгое расстояние, которое отделяет нас от новых благодатных утешений, от присутствия радости Божьей в сердцах наших и возвращения интереса ко всему тому делу жизни, делу служения нашего, к которому мы Господом нашим призваны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.